Друзья, мы начинаем с вами очередной семинар сектора аналитической антропологии. И сегодня у нас выступит Владимир Владимирович Арестов с докладом «Революционное и статистическое пространство-время. Философские и физические проблемы». Владимир Арестов, он сейчас выступает, как в данном случае ученый математик и физик. Ну и кроме этого, наверное, вы знаете, он известен как и поэт, и прозаик, и эссеист. Вот. Я думаю, что об этом тоже может быть что-то, может быть, возникнет об этом тоже вопрос. Но сегодня в основном это нас будут интересовать философские и физические проблемы пространства и времени. Вот, насколько я знаю, Владимир эту концепцию развивает достаточно давно. И как бы все-таки происходит какая-то определенная эволюция и развитие его взглядов. Вот это тоже, наверное, мы сегодня узнаем и, может быть, получим представление о том, что в физике понимается под моментом сейчас. Ну вот, я предоставляю слово Владимиру Арестову и предлагаю всем внимательно вынимать его докладу и участвовать в обсуждении. Спасибо. Андрей, добрый день всем. Значит, ну, доклад называется «Революционно-статистическое пространство и время». Ну, конечно, мне очень интересно и это важно выступить перед философами. Ну, тем более, что я знал и Валерий по дорогу, и мы в какой-то степени обсуждали эти вопросы. И, ну, тут я буду упоминать, в частности, он меня как-то пригласил быть содокладчиком в РГГУ, где он проводил семинары. Там выступал Виктор Молчанов, такой философ, и некоторые позиции, ну, у меня в большей степени физические и математические, у него философские, они пересекались по отношению, по пониманию времени через пространственные, в пространственных терминах. Поэтому тут есть некоторые вот такие непосредственные даже, как бы, точки пересечения и соприкосновения. Ну, я понимаю, что проблема эта необозримая. Я, вот некоторые вопросы, только для рассмотрения и обсуждения, которых я коснусь в разной степени, Ну, вот я их вынес, как бы, отдельно. Они все связаны вот с этой концепцией пространства и времени. Тут первый вопрос – это такой общий, который не так часто, может быть, задают, почему мир изучается и описывается в терминах пространства и времени. Может ли он вообще по-другому описываться? Ну, как некоторые вот такие предельные категории. Ну, здесь вопрос о подходе к этому описанию. И здесь у меня важную роль играют некоторые такие гипотетические фундаментальные инструменты, часы и линейки, которые соотносятся с обычными приборами. Ну, здесь затрагиваются вопросы и неизбежно о количестве физических размерностей, связи физики и математики. Ну, так как это подход реляционный и статистический, то здесь оказывается, что можно как-то конструктивно подойти к проблемам описания времени, как мгновение, времени длительности. Ну, и здесь появляется и вот такое основное уравнение. У меня практически не будет форму, но вот одну там, две-три я покажу. Здесь вот как основа этого физических представлений, которые соотносятся затем по принципу соответствия с известными уравнениями. Ну, и вскользь упоминается о возможности воспроизведения квантовых эффектов, о гравитационных явлениях и явлениях общей теории относительности. По сути дела, в рамках некоторого обобщенного принципа Маха. И говорится о возможности в рамках этой модели предсказания новых физических эффектов, которые лежат за пределами нынешних экспериментальных возможностей. Некоторые достаточно близко, как представляется. Некоторые требуют, конечно, развития. Это в будущем можно ожидать. Ну, и обсуждается вопрос о построении некоторых новых фундаментальных приборов, часов и линейок, как бы нового уровня. И на их основе, возможно, новых математических и физических соотношений. Ну, как видите, здесь круг вопросов по сравнению, конечно, с бесконечно возможными тоже достаточно широкий. Ну, я, конечно, буду в разной степени касаться эти вопросы в разной степени подробности. Та революционно-статистическая программа, которую я следую, она в какой-то степени, она, конечно, существует не в пустом, так сказать, мире. Тут достаточно много пересечений с взглядами и даже непосредственно и какими-то теоретическими подходами ряда авторов. Ну, здесь можно назвать Ивана Данцина и Рашевского, Хойла. И вот Юрий Сергеевич Владимирова, которым мы достаточно, ну, как-то взаимодействуем. Тесно, ну, на кафедре теоретической физики физфака МГУ. И вот неделю назад как раз я должен был тоже выступать во вторник, а он выступал вот в секторе у Андрея Севальникова. Ну, здесь можно назвать и известных авторов физиков Лиз Молина, там вот индийский автор Сиддхарта и Барбура. И вот, кстати, Андрей Парамонов мне в свое время раз его работы указывал. Ну, приведу некоторые только такие словесные формулировки. Это был отдельный вопрос, вот обзор таких взглядов, в чем есть пересечения. Вот Лиз Молин, например, писал, что я называю революцию физики 20 века реляционной. И объединение квантовой теории с общей теорией относительности – задача по завершению реляционной революции. Ну, или Брайан Грин, известный своими работами по суперструнам, он говорит, что при отсутствии пространства-времени, изначально введенного в теории, не будет никакой фоновой арены, в которую они были бы встроены. Ну, то есть, пространство-времени будет возникать как совокупность более элементарных ингредиентов и фундаментальной революционной, беспространственной, безвременной теории. Ну, это вот соответствует как бы таким обобщенным задачам и, как он считает, Лейбница, Маха, Эйнштейна. Я очень кратко понимаю, что здесь я, ну, так сказать, может быть, не совсем в свою область вхожу, поскольку здесь специалисты, философы есть. Но, тем не менее, я коснусь только тех проблем, которые вот соответствуют реляционным представлениям. Ну, и как часто противоставляют, а в чем-то они и могут быть и согласованы, это представления субстанциальные о времени. Ну, здесь, конечно, большая литература существует, но уже довольно давняя работа, допустим, Ирия Борисовича Молчанова, Эрихенбаха, Гренбаума и так далее. Ну, если идти от античности, то тут можно упоминать и, конечно, какие-то субстанциальные время и пространства, взгляды, которые развивали там в Милецкой школе и Элиаты. Ну, а Платон и Аристотель часто сопоставляют с реляционными представлениями, хотя, конечно, допустим, взгляды Аристотеля, они более сложны в чем-то. Ну, можно упомянуть здесь дальше и Лукреция, и Пикура. Реже гораздо упоминают вот высказывания стойков Хрисипа и Зенона стойков, а они, по сути дела, сформулировали одни из первых релятивистских, так скажем, принципов. То есть это время расстояния движения или расстояние космического движения, это представляется достаточно интересным и важным. Ну, не у Платоников во многом формировалась субстанциальная концепция. Но вот, допустим, когда Платин говорил о том, что время нельзя представлять, как все движения взяты и совместны, тем не менее видно, что вот само даже вот такое умозрительное возможность, которую он отрицает, она, на мой взгляд, сопоставима именно с религиозным представлением, но такой вот взгляд глобальный, он как раз в этой концепции, которую я пытаюсь развивать, и представлен, когда именно через глобальную такую множественность движений и понимается время. Ну, вот высказывания Августина тоже говорят о каких-то, по сути дела, вот таких революционностях, хотя, конечно, он и относился, может быть, к конструктивному способу отрицательно. Ну, когда он говорил, некий человек остановил молитвы солнца, чтобы победоносно остановить битву, солнце стояло, но время шло. То есть, вот революционная концепция может как-то попытаться ответить на такие вот вопросы, что же вот все-таки идет, как время вот репрезентируется, если там, допустим, солнце даже стоит. Ну, в дальнейшем известно, что Лебница развивал вот революционную концепцию и, ну, предвосхищая взгляды Маха и Эйнштейна по Анкаре, достаточно редко упоминают, когда обсуждают вот субстанциальную концепцию Ньютона, позицию вот его учителя Исаака Барроу, который, ну, по сути дела, говорил о важности именно субстанциальных представлений об абсолютном характере времени. Ну, вот Уитроу цитирует вот слова именно Исаака Барроу. Времени не содержат все движения, поскольку рассматривается его абсолютная и внутренняя ему присущая природа. Ну, понятно, что это предвосхищение взглядов Ньютона. Ну, революционные модели оставались до 20 века в основном на вербальном уровне, хотя вот критика Маха в представлении Ньютона, она, конечно, подводила ко взглядам революционистов и тех, кто занимался теорией относительности. Ну, прежде всего, Панкаре и Эйнштейна. Ну, тем не менее, в теории относительности некоторая вот субстанциальность она проглядывает. Ну, можно упомянуть вот в дальнейшем такой крайный вот субстанциальность развивал Уиллер. А вот среди работ последнего времени можно упомянуть работу Александра Петровича Левича, который был руководителем семинара по темпорологии в университете. Вот представления о макроскопическом пространстве, они достаточно распространены. Были уже вот в 60-е, 70-е годы среди физиков, хотя не выдвигались каких-то конкретных математических, может быть, формальных представлений. Ну, вот чует Симмерман, и вот высказывание, наверное, Симмермана, где здесь, по сути дела, какие-то вот такие махианские, и вот в духе обобщенного принципа Маха высказываются представления. Макроскопическая интерпретация наводит на мысль, что квантовая механика, так же, как классическая физика, настолько успешна потому, что в использовании пространства временной системы отсчета теория незаметно задействует Вселенную таким образом, чтобы представить ее наиболее существенные свойства. Ну, вот представляется, что необходим поиск метатеории, где отдельные части современной физической картины мира были связаны воедино. И вот построение модели пространства-времени, и вот революционные представления, они могут этому способствовать. Я только могу упомянуть различные варианты физических концепций. Ну, тут и этого Уиллера, и Хокинга, ну и, конечно, модели суперструн. Ну, характерно, что они совершенно понятно апеллируют к построению на, начиная с планковских масштабах. Вот. Здесь то, о чем я буду говорить, это, так сказать, наоборот, путь от макроскопического мира через атомарный масштаб. И дальнейшее, ну, это пока, так сказать, в области проектов, именно вплоть до планковских, там есть некоторые соображения. Но оказывается, что вот трактуя так макроскопическое, ну, вот классическое пространство-время, мы можем включить туда эффекты и гравитационные, и квантовые. Квантовые эффекты начинают проявляться, как представляется, уже на атомарном уровне. И, собственно, вот эта вот модель, она это каким-то образом описывает. Вот. Мы строим релизационную конструкцию пространства, как конфигурацию частиц пространства материи, пространства масса. И вот дискретная структура, оказывается, в физическом пространстве, прямо сопоставляется дискретной структурой материи. Вот. Ну, и вот это основа безразмерного описания массы пространства-время, потому что время будет сопоставимо затем с пространством, с изменением пространственных каких-то выражений. Ну, и так вот такой общий вопрос, который может быть задан, почему мир описывается, изучается в терминах пространства и времени. То есть представляется, что вот развитые пространство-временные представления, которыми, ну, так легко оперируем и в жизни, и в теориях, он, ну, прошел очень длительный такой период, исторический процесс этому предшествовал. И воззрения пространственные и темпоральные вырабатывались из каких-то достаточно простых и смутных образов. Мы их можем обозначить как предпространство и предвремени. Ну, такой априоризм, в кавычках, он отличается, например, вот от кантовских представлений о предзаданности эвклидового пространства. Ну, там какие-то работы по психологическим исследованиям, они отражены и в каких-то книгах, там, допустим, Ахундова, не подтверждают вот такой вот предзаданности эвклидового, допустим, пространства. А сведение сложных понятий к более простым, хотя и менее определенным понятием движения, отношения, развлечения предметов, ну, оно признано указать на то, что многих атрибутов времени, допустим, упорядоченности, связанности, равномерности, однонаправленности в этих предформах нет. Но они порождают наше представление о времени, допустим, ну и пространстве. То есть, и вот пространственно, вот такая модель пространства-времени реляционно, она апеллирует именно к отношению объектов, таких достаточно простых. И это, как представляется, соответствует вот такому первичному генезису, первичному вот разделению мира на элементы. То есть, на самом деле, вот такое первичное деление, оно и предшествует даже самому пространству и времени. А уже пространство-времени – это уже постепенно вырабатываемые, такие более сложные, может быть, понятия. Вот кажется, что вот такие, ну, процедуры тоже, может быть, элементарные, в каком-то смысле, на самом деле, достаточно сложные. Вот первичного отождествления и различия, они могут помочь, чтобы понять, вот в чем стоит основа пространственно-временного подхода. То есть, здесь возникает отношение самых таких общих делений – это субъект, объект и остальной мир. И с этим вот связано, в частности, размерности времени, одномерность – это вот такое первичное деление на я, не я или я, мир. А вот пространство-трехмерность – это уже вот субъект, объект и остальной мир. Но на этом я не буду останавливаться. Это отдельное тело вот о одномерности, трехмерности времени и пространства. Но именно вот зарождение изначально вот этого деления, оно, кажется, и способствует возникновению представлений о времени и пространстве, где даже такого еще отделения, может быть, нет. Тем не менее, можно попытаться вычленить вот именно время, предвремя, которое связывается со отождествлением, поскольку мы какой-то элемент должны все-таки самоотождествлять, при том, чтобы говорить о его, ну, так сказать, неизменности на фоне какого-то изменения. Вот. А предпространство связано с каким-то различием, ну, то есть различием вот этих элементов. Это, ну, отдельная могла бы быть такая тема. Здесь она, как мне кажется, позволяет подойти вот к тем реляционным представлениям, которые возникают. Ну, кратко очень тоже упомяну, вот, именно, ну, уминальность реляционного времени, ну, как противопоставление такой феноменальности субстанциальных концепций. Ну, то есть вот именно умопостигаемость такая, она вот более характерна именно для реляционного подхода. Но эта возможность означает вот построение из первичных элементов и, с другой стороны, возможность взаимодействия с инструментальным опытным миром, на основе которого мы конструируем уже вот такие модели. По сути дела, вот из предтаких временных предпространственных представлений некоторые инструменты, которые имеют, ну, такой уже достаточно, скажем так, развитый смысл, ну, и математическое оформление, и возможность проекции их во внешний мир, взаимодействия с миром, ну, так сказать, вот феноменально миром. Вот, и вот тут сразу полезно уже сказать о, ну, двух ипостасях времени, времени мгновений, времени длительности. Это уже какой-то следующий шаг, ну, по сути дела, он предъявлен в развитых представлениях о времени. Хотя, ну, скажем, на таком обойденном уровне рассуждения часто спутываются эти понятия, хотя их надо разводить. Они важные составляющие образа времени. Ну, мгновение идеализации – это пристремление некой длительности к нулю. Если мы можем мыслить длительность, то есть элементарная вот длительность Дюре, вот это Мерксоновское, как вот такое переживание времени, то, да, можно вот представлять, что мгновение – это именно какой-то предельный образ в этом смысле, и, может быть, он, так сказать, абстрагированный. Совсем с другой стороны, мы всегда говорим и о мгновениях, о неповторимости мгновения. Ну, и вот это вот такая литературная отсылка. Вот известно довольно много различных переводов вот этой гётовских, ну, фаустианских вот этой фразы. То, что «Остановись мгновение» – это прекрасно. Вот это «Вер их цум аугенблике заген, фервальдох, дубис соль шоу». «Остановись мгновение» – один вариант перевода, а другой – вот «Продлись, постой». То есть, в первом больше подчёркивается именно мгновение, во втором – ну, некоторая длительность. Вот. И представление о моменте времени является такой же абстракцией, по сути дела, как и понятие времени периода, времени длительности. Ну, и отрезок времени можно трактовать как некоторые отношения между двумя моментами. А здесь, ну, дальше вот будет идти об этом речь. Разность двух отсечек времени. Ну, замечу, что в традиционной физике основной является временной интервал. Вот это «ДТ» – превращение времени. Ну, и уравнение физики оперирует с производными, где именно вот эти временные интервалы. А момент времени – это точка на временной оси, это бедное понятие. Но оно в каком-то смысле противоречит нашему представлению. А вот неповторимость мгновения, которая… Мгновение именно потому и неповторимо, что оно чрезвычайно богато. Оно хранит такой индивидуальный образ, связанный во многом со множественностью. И вот об этом тоже будут эти речи. На наш взгляд, это вот нуждается формализация и установление связями с понятием физики. И вот здесь это вот о мгновении, это подводит к вопросу о сейчас физике и, по сути дела, и необратимости времени. Вот сразу скажу, что революционно-статистической концепции получаются некоторые глобальные такие фотографии идеальные, по которым находится координатное положение всех элементов мира. Ну, это может быть система и небольшая, в размерах комнаты, а может быть вся Вселенная и мировое время именно к этому и будет апеллировать. Так задается мгновение. Ну, это можно сопоставить с вопросом Ли Смолина о возможности введения понятия сейчас в физическую теорию. Он, в частности, пишет о беседе Рудольфа Карнапа с Эйнштейном. Однажды Эйнштейн сказал, что проблема понятия сейчас его серьезно волнует. То, что эта особенность не может найти свое место в науке, представлялось ему требующих болезненных, но неизбежных перемен. Будущее науки и, можно сказать, физики будущего сводится к простому выбору. Согласиться с Карнапом в том, что в науке нет места для текущего момента, либо довериться интуиции величайшего ученого XX века и постараться нащупать пути в новой науке, в которой можно избежать болезненных перемен. Мы много узнали о физике и космологии, достаточно много, чтобы привнести сейчас, наконец, физическое описание природы. Но это вот пишет Ли Смолин. То есть, как постановка вопроса, здесь она достаточно отчетливая. Не только он, но и другие тоже говорят именно о том, что сейчас отсутствие вот этого представления формализованного физики, ну, в отличие от длительности, это есть определенный недостаток. Вот. И, как представляется, вот трудно описать тогда и необратимость времени. А если мы можем это ввести, то мы тем самым можем ввести и на формальном уровне понимание, почему время, ну, необратимо, почему мгновение индивидуально. Ну, на теоретическом уровне здесь важны утверждения Стивена Хокинга о необходимости соблюдения защищенности хронологии. Это, ну, когда он обсуждает там парадоксы, возникающие в общей теории относительности, ну, там исследуется возвраты во времени, но там возникают вот парадоксы дедушки известные. Поэтому вот он говорит о защищенности, надо соблюдать защищенность хронологии. Но если мы не вводим модель необратимости, то это оказывается, ну, так сказать, важным, ну, таким утверждением, ну, общего свойства. Вот. Итак, ну, вот теперь более подробно о том, как будет вот это строиться модели. Модели пространства устанавливают через установление связи с конфигурациями частиц. Ну, почему? Потому что мы апеллируем к фундаментальным приборам, а фундаментальный прибор для измерения пространства – это, ну, кажущийся простейшим, примитивным – это масштабная линейка. Но если посмотреть, как она, какова структура ее, это предельно однородная изотропная структура, дискретная атомов. Ну, и тем самым процесс измерения, он сводится, конечно, мы начинаем от простейшего, от приклада линейки, ну, а потом уже там много таких опосредуя операций, путем вот сопоставления такой структуры. Ну, и можно несколько обобщить эту модель и вот строить такую модель дискретного вот этого революционного пространства. Ну, а для вот представления о времени используется, как я сказал, идеализированный фотоаппарат для получения мировых фотографий, набора координатных значений всех частей мира. Если мы построили пространство, то мы уже можем по фотографии получать, ну, если имеем в виду, что вот это представлена какая-то сумма световых явлений, ну, в дальнейшем это можно обозначить как электромагнитное явление, на такой обобщенной фотографии видны элементы, ну, частицы, допустим, мира и их координатные представления. То есть мы можем, если пространство описывать в терминах, так сказать, масс, а время описывать в терминах пространства. И вот здесь как раз эта концепция сопоставляется с философскими взглядами вот Виктора Молчанова, ну, который там, развивая некоторое положение Гуссерля, вот ряд работ написал о происхождении монетного времени, ощущении пространства, имея в виду, что можно описывать время в терминах пространства. То есть время как бы выступает как тень пространства, но без формализации. Здесь же предлагается формализованная такая вот процедура. Ну, вот, значит, оказываются вот такие процедуры, и затем мы по принципу соответствия те уравнения, которые, ну, я дальше это покажу, соотносятся с обычными уравнения традиционной физики. Итак, вот если мы говорим теперь о приборе для, фундаментальном приборе для определения времени, то, можно сказать, следующее. Время описывается обычно одним параметром. Мгновению соответствует одна точка на временной оси. Ну, сдвиг начала отсчета по времени не имеет значения. Физики. И вот, введение некого топорального комплекса, где будет фигурировать и сейчас, и длительность, оно вот представляется важным, чтобы в едином приборе это было отражено. Ну, поэтому можно его назвать темпорограф или вот темпорометр, я называю. Ну, то есть, здесь уже не только метрические соотношения, но это будут часы вот с памятью, где, по сути дела, каждое мгновение, это вот своя фотография, определяющая состояние системы. Причем это будет мгновение, которое, ну, предельно, вот если точка на оси предельно бедная, то это, так скажем, предельно богатая. Ну, в темпорометре предполагается возможность получать информацию обо всех объектах мира. Ну, здесь обычно возникают вопросы, как же вот временная последовательность здесь формируется, не привносится ли она изначально. Вот. Ну, вот эти революционные часы апеллируют тому же опыту получения последовательности моментов времени, которые используются в обычных часах. То есть, это некоторый, по сути дела, операциональный подход, ну, может быть, наверное, в духе Приджмена, и в результате выполнения инструкций мы получаем вот набор каких-то вот чисел, которые и соответствуют нашему вот временной последовательности. Она может быть сведена к алгоритму, который соответствует получению наших вот обычных часов. То есть, нажать кнопки затвора идеального фотоаппарата. Ну, как бы цифры временной последовательности выпадают при использовании соответствующего прибора. Ну, в электронных часах это реализуется. Ну, и это можно связать с какими-то инструкциями, ну, там, операции, выполнить операцию, напечатанную слева, выполнить инструкцию, напечатанную справа. То есть, процедура упорядочена может быть сведена к некоторым примитивам, простейшим элементам отношений, которые, возможно, могут быть сведены к логическому операцию на уровне принятых в аксиоме, ну, аксиом, вот порядка теории множества, например. Это, ну, как бы я предвосхищаю вопросы, которые могут быть заданы. Ну, вопрос о возможности знать свойства каждого элемента тоже вот задает вопрос, но мы же не можем знать каждый элемент. Это такая чистая идеализация. Да, конечно, но здесь есть вот та же идеализация, что в статистической теории, в статистической физике мы тоже там не говорим о каждом элементе, хотя, в принципе, ну, можем это узнать. Здесь важны вот некоторые суммы в основном. И, причем, оказывается, что темперометр и термометр это, ну, не только термонологические такое случайные свойства, температура это есть статистическая величина. Ну, так вот преодолевалось понятие теплорода, и время не является субстанцией, ну, как флогистон, теплород, эфир, ну, а носит реляционный характер. То есть, по сути дела, время как понятие может быть редуцировано из аппарата физики, но в обобщенном смысле оно наоборот как бы получает новые возможности, новые смыслы, и можно, в принципе, ее сопоставлять с субстанциальными концепциями. Ну, вот, еще о реляционной статистической модели пространства, значит, выявляется измерительная эквивалентность расстояния и конфигурации масс. То есть, мы длину расстояния меряем в терминах массы. Там появляется некий множитель, который выражается через фундаментальные константы, и мы можем выражать пространственное измерение через измерение в единицах массы. Здесь присутствует, по сути дела, некоторое усреднение, суммирование с помощью микроскопических инструментов масштабных линейк. Вот эта однородность, симметрия, предельное расположение вот этих дискретных элементов друг относительно друга, она вот и говорит о некотором осреднении. Это, по сути дела, вот это представление о макроскопическом пространстве, ну вот, когда я упоминал там вот Чу, допустим, и Циммермана, это вот некоторая реализация таких представлений. Ну и причем дискретная структура на атоманных масштабах, когда каждый элемент, он уже чувствуется, здесь вот происходит соотношение тот предмет, который мы пытаемся измерить, и структура самого измерительного прибора. И вот именно поэтому, как представляется, ну это там и строится формализм, и возникают квантовые эффекты. Причем вот формально дискретная такая вот структура, она может быть реализована через формализацию на языке графов, и оказывается, что может быть построена некоторая геометрия, но это причем неевклидовая геометрия. Но неевклидовость ее заключается в том, что через такие вот кратчайшие пути, кратчайшие маршруты между двумя элементами могут быть не единственные. На больших масштабах эта вот не единственность, она сводится к трубке вот таких путей, и по сути дела толщина ее становится пренебрежимо мало по отношению к длине, и сводится к единственности евклидовой геометрии. А вот на малых масштабах как раз вот это приводит к эндотерминизму, что ведет вот к квантовым эффектам. А на больших масштабах, ну, я тоже на пальцах скажу, что здесь проявляются гравитационные эффекты, которые соотносятся с искривлением вот пространства времени не в терминах, но общей теории относительности. Почему? Когда появляются какие-то массивные тела, это уже на больших масштабах, когда нет квантовых пульсаций, то отличие однородной нашей среды и массивных тел, массивные тела, которые выделяются по сравнению с другими менее массивными телами в реальном пространстве, они приводят к тому, что происходит отличие от эталонных масштабных линеек. И это фактически есть отклонение от евклидовой геометрии, но в смысле уже неевклидовости для то, что характерно риммановой геометрии общей теории относительности. То есть на пальцах более подробно я, может быть, почти не буду говорить, здесь и улавливаются и квантовые эффекты, и эффекты гравитационные, но эффекты, по сути дела, общая теория относительности. Теперь, если мы построили пространство, мы можем на реализационную модель времени предъявить. Значит, пространственные координаты могут быть определены по идеальным фотографиям. Здесь на картинке представлена вот эта фотография, вот несколько здесь элементов показаны. вот о положениях всех элементов мы, значит, можем судить. Здесь радиус вектора, R1, R2, R3, R4, ну и так далее. Вот, но по фотографии мы можем судить даже и о приращениях координатах этих, ну, поскольку у нас всегда выдержка, то, что называется, наша фотография все-таки конечна. Ну, идеальный, конечно, фотоаппарат, он дает представление только о таком срезе, только о положении, а вот, так сказать, ну, с очень малой, но конечной выдержкой он может позволять видеть и положение, ну и вот малое смещение, то есть вот эти DR1, DR2, DR3, DR4. То есть здесь по сути дела по фотографии мы можем судить и вот о мгновении, вот об этом сейчас, и о приращении времени. Ну, вот пара фотографий, ну, или даже вот одна фотография дает при малой выдержке вот судить о траекториях, то есть мы можем говорить и о приращении, и о времени длительности, но а момент вот это сейчас он дает, задается вот этой мгновенной фотографией вот расположения этих элементов и понятно если это элементов очень много, ну, как вот в мире, то они в следующей фотографии будет их положение неповторимо. Это подводит нас к представлению о необратимости времени. Ну, здесь можно сказать, об этом я еще немножко дальше скажу, о одновременности пространственно разделенных событий. Здесь два пространственно разделенные точки соответствуют одному моменту времени. То есть вот они связаны световым лучом на разных расстояниях, но фотографии они вот даны на одной фотографии, естественно, их отнести вот к одному моменту вот этого модельного времени. Но переход к одновременности принятой в специальной теории относительности, он может быть проведен естественно по принципу соответствия и об этом я буду немножко дальше подробнее говорить. Ну, в каком-то смысле о вот таком представлении вот о некоторой абсолютности определения одновременности говорил о Ильи Смолин в своей работе «Возвращение времени». То есть вот абсолютность, которую справедливо во всей Вселенной. вот эта фотография дает такое представление, ну и конечно мы должны действовать осторожно, поскольку не желаем вступать в противоречие с теорией относительности. Конечно, вот этот переход к обычным представлениям в специальной теории относительности, ну и преобразование Лоренса, он здесь реализуем. Ну, а то, что говорит Ли Смолин вот с остальной вселенной связи, это по сути дела некоторый обобщенный принцип Маха. То есть макрокосм микрокосм. Вот эта глобальная фотография, она дает некоторое представление об этом. Вот, ну, здесь вот, я говорю, тут, по сути дела, вот одна такая формула появится. Это вот базисное некоторое статистическое уравнение для приращения времени, как оно выражается через некоторое осреднение вот этих координатных приращений. Ну, значит, у нас есть идеальный фотоаппарат, мы можем получать фотографии всех частиц, и если задается какая-то, ну, система отчета, допустим, Декартовая система координат, и радиусы вектора, вот, РИ-то известны, ну, вот, точка конфигурационного пространства, это набор этих радиусов векторов приращения вот это, этого вот ДР большого, этой точки конфигурационного пространства, ну, а вот, вот это ДТАУ, то, что ДТАУ-квадрат, оно определяется вот некоторым осреднением, вот, здесь вот эта формула дана, ну, ДТАУ-квадрат, среднеквадратичный, так называемый, здесь введем множитель, некий А-квадрат, ну, как показывается дальше, вот, по принципу соответствия, он равен единице на С, С, скорость света в вакууме, ну, вот, деленное на Н, это сумма усредненная, то есть, мы делим, берем сумму, делим на Н, ну, среднеквадратичный, то есть, из ДР И-то мы вычитаем вот среднее, вот это смещение единица на Н, вот сумма Ж от единицы Вот, почему здесь вот сумма возникает? Она потом приводит нас по принципу соответствия к известным кинематическим и динамическим уравнениям как Ньютоновой механики, так и теории относительности, но она связана с нашим представлением также о некотором непрерывном и равномерном ну, и однонаправленном здесь вот в течение времени, но равномерность она вот как раз интуитивно связана с именно вот этим суммированием, но непрерываемость точнее сказать, что отдельные элементы здесь могут не двигаться, то есть ДР И-то равно нулю, но вся сумма она всегда не равна нулю, но есть большое количество предметов, но для какой-то системы малой конечно может быть там элементы не движутся в данной системе координат данной системе отсчетов, ну и тогда мы можем в этом смысле для этой вот малой системы набора элементов сказать, что это вот модельное время там не идет. Вот. Ну вот здесь в связи с этим возникает ряд вопросов, ну которые я там в некоторых своих статьях пытался, ну наряду с коллегами там вот разные были там журнальные выпуски посвященные там журналу метафизики, вот о связи физики-математики например. То есть здесь вот почему этот вопрос кажется возникает и он может можно высказать что-то тут конструктивно определенное. То есть здесь так как пространство выражается через массы, а время через пространство, то есть мы на самом деле здесь оказываемся в ситуации, когда по сути дела мы можем оперировать с безразмерными величинами, но здесь вот эта связь и вот массы с пространством и пространство со временем, она происходит, когда здесь появляются какие-то величины связаны с фундаментальными константами, но вот тут c появляется, а там когда мы связываем массу с пространством, там появляется и постоянно планка, но по сути дела может быть выражена и дальше и через гравитационную постоянную вот эту связь, и вот здесь мы приходим к тому, что мы можем по сути дела работать с некоторыми безразмерными величинами, но переводя их в размерные вот такими какими-то комплексами фундаментальных констант. И задаю, естественно, возникает вопрос о связи аксиом математики с физическими постулатами. То, что вот я писал перед этим формулой, отсюда мы по сути дела в безразмерном виде, ну и вот там фигурируют некоторые размерные множители, мы переходим путем некоторых по сути дела математических операций, опираясь на аксиомы математики уже к соотношениям, которые нас ведут к известным физическим уравнениям. То есть вот известен вопрос Вигнера о непостижимой эффективности математики в естественных науках. Вот здесь это может быть ну как бы дан ответ на это, что на самом деле в основе лежат аксиомы математические, но затем происходит определенная проекция в мир вот уже конкретных физических наук, в частности с помощью фундаментальных приборов вот для измерения времени и расстояния. то есть математика вырабатывает большое количество возможных каких-то инструментов, а затем физика востребует уже часть из них. Ну, как известно, часто физика сама разрабатывает математические какие-то представления и по ее, так скажем, требования заказу математики разрабатывают это. Но важно то, что есть какой-то уже математический аппарат, а его эффективность сказывается потому, что он определенным образом, как я говорю, проецируется в мир физически. И вот этими такими проекторами служат фундаментальные приборы. То есть здесь намечается связь постулатов математики и физики. Ну вот в соответствии с существующей физической теорией это, конечно, очень важно. Здесь я только могу вот несколько слов еще добавить, что получаются известные уравнения, выводятся, но это отдельный вопрос. И с квантовыми представлениями здесь получается соотношение неопределенности вот из упомянутого вот этого индотерминизма и опираясь на некоторый формализм, который вот такой известный математик принцесский Нельсон он разработал, но он так отхок представлял, что есть вот некоторое такое вот нарушение индотерминизма именно именно в масштабах связанной с Планковской постоянной и тогда мы можем получить уравнение Шредингера. Здесь эти вот представления они следствия нашей теории, но в дальнейшем вот путь, который он предложил для получения уравнения Шредингера, мы можем следовать и получить вот эти уравнения. ну и на больших масштабах возможно установление соответствия с положениями общей теории относительности. Вот этот вопрос о одновременности, он достаточно важный, вот последнее время как раз вот у меня там статья появилась, вышла, он как раз позволяет и подойти к понятию дальнодействия. как известно, теория Поля, она предполагает короткодействие, а дальнодействие это ну то, что идет еще от Ньютона, но представление, которое ну как бы вот постулировалось по сути дела, что гравитационное допустим взаимодействие, оно имеет такой вот ну мгновенный характер дальнодействия. Но вот если мы отказываемся от одновременности, связанные с запаздываемым по световому сигналу, как я сказал, вот здесь на фотографии разделенные в пространстве события, они оказываются на одной фотографии, отнесены к одному моменту времени. Ну вот здесь может быть вот такой пример я приведу дальше, если фотоаппараты, расположенные в разных пространственных точках, улавливают один и тот же световой сигнал, то таким фотографиям приписывается один и тот же момент времени. Допустим, произошла вспышка сверхновой звезды, ее принимает обсерватория Маунт-Вильсон в Калифорнии, предположим, это место ближе к звезде в момент фиксации изображения и в Пулково, дальше от звезды. В реляции эти события полагаются одновременными, они на одной и той же фотографии оказываются. Понятно, что специальные теории относительности не одновременны. Различие в моментах времени будет равно расстоянии между обсерваторией, деленную на скорость света. Но, как я еще раз подчеркну, это все пересчитывается. И вот здесь я скажу, что ведение понятия одновременности пространственных разделенных событий это один из важнейших пунктов начальной работы Эйнштейна. Именно вводится с помощью световых сигналов синхронизация часов. И понятно, что такие события, которые говорю, там не одновременно. Но здесь возможен пересчет. Переход от уравнения с реликционным временем к обычной физике с расщепленным временем запаздыванием опережением сигналов то, что возникает обычно принято в традиционной электродинамике может быть реализован. В нашем методе сумма кулонских потенциалов для всех заряженных частиц мира относится к одному моменту реликционного времени. Ну и может быть обратно естественно переход вот к этому с опасным опережением сигнала. Но в таком подходе проблема дальнодействия вот оказывается она ясна. Это мы по-другому трактуем одновременность пространства разделенных событий. Ну и вот тут снимается проблема опережающего потенциала с его неясной физической интерпретацией. Здесь два потенциала запаздывающие опережающие фактически соединяются в один и тот же потенциал. А если мы переходим обратно делаем преобразование то вот мы там от гиперплоскости получается вот этот световой конус два световых конуса прошлого и будущего. Очень кратко остановлюсь на том что в этом подходе удается получить здесь взаимодействие описывается и причем вот возникновение кулоновских потенциалов и потенциалов гравитационных оно тоже трактуется ну на самом деле это и есть сумма этих потенциалов по всему по всем элементам мира и она возникает из соответствия суммы вот которая там вот появлялась той формуле которую я описал то есть она здесь вот эта сумма электромагнитных гравитационных потенциалов она выводится просто из соотношений ну теории вероятности то есть мы сопоставляем большие безразмерные суммы большого количества элементов ну так вот возникают здесь описания вот в частности гравитационных явлений из-за того что здесь описание вот такое глобальное то здесь возникают и некоторые соотношения которые ну носят характер так называемых космологических совпадений соотношений между какими-то фундаментальными константами ну в частности между радиусом мира и ну радиусом электрона вот и там фигурирует так называемое число Эдингтона это число частиц в мире N1080 дальше оно тоже будет упоминаться здесь из-за вот этих статистических глобальной закономерности возникают вот соотношения которые обычно ну просто предъявляются как некоторые эмпирические соотношения вот темная материя здесь тоже трактуется как проявление вот этой статистической такого статистического подхода я не буду на этом совершенно останавливаться это тоже не так давно вышедшая работа моя вот ну и проблемы необратимости времени я бы это упоминал что здесь так как каждое мгновение оно носит вот ну вот идеализированный неповторимый характер то представление необратимости времени может быть введено ну и там некоторое отдельный вопрос о термодинамике времени и так далее вот ну несколько слов о предсказании новых физических эффектов ну вообще говоря модель во первых она новая модель требуется чтобы она воспроизводила известные уравнения ну вот по принципу соответствия это довольно долго вот там это вот как-то она эти вот вырабатывались соотношения она корректировалась а другой вопрос ну желательно предсказание каких-то новых эффектов ну чтобы эта теория была верифицируема ну если это не подтверждаются эти эффекты то ну надо либо корректировать немного либо существенно в этом подходе ну вот здесь получается аналог метрики Шваршильда и эффекта общей теории относительности воспроизводятся поэтому классические эффекты общей теории относительности но предсказывается что при повышении точности будет проявляться уже ну там следующие члены это разложение отношений отношений гравитационного радиуса к радиусу до этого объекта откуда мы меряем и вот в следующем порядке он ну обычно линейно это все воспроизводится а вот следующее отношение оно может дать отличия для этого нужна точность экспериментов существующих об этом идет довольно давно речь но вот в течение последних десяти лет так и не сдвинулись эксперименты точность их не повысилась можно ожидать что это ну буквально три-четыре порядка что не так уж может быть много но хотя для экспериментаторов это тоже существенно можно ожидать что будет отличие вот ну например в отклонении луча света вот гравитационном должно дать спорить вот но есть и предсказания гораздо более так сказать в отдаленной какой-то перспективе они связаны в частности вот со статистичностью этой теории и вот с конечностью флуктуации которые здесь вот должны проявиться вот я упоминал число Эдингтона Н это 10 80 число ну муклонов в мире статистичность проявляется то что должна вот быть какие-то флуктуации вот порядка единицы на корень из но это очень малая величина 10 минус сороковой вот можно ожидать что будет отличие масс элементарных частиц об этом есть кстати и другие теоретические работы но из других соображений но понятно что это чрезвычайно тонкие эксперименты пока мы намного намного порядков имеем приборы более грубые но с этим есть мы обнаружим такие флуктуации это будет означать по сути дела проявление подтверждения принципа маха но здесь будет и отличие эквивалентности инерционно-гравитационной масс но сейчас как известно это подтверждается что они одинаковые но точность там измерения скажу она тоже очень высокая но это что-то 10-12 а видите там гораздо более тонкие вот ну и вот такие вот эффекты можно ожидать это вообще противоречит положению квантовой нынешней механики но это гораздо меньшие масштабы поэтому и там другие совершенно могут быть эффекты это какое-то вот развлечение неразличимых сейчас частиц это проявление какого-то тонкого света но абсолютно на других масштабах ну и вот еще как может быть отклонение от обычной теории это движение на сверх высоких скоростях ультра ультра релятивистских скоростях что имеется ввиду если мы подойдем к скорости света на относительную величину вот как раз единица на корень из н то есть это 10-40 ну сейчас мы на самых больших ускорителях конечно очень-очень далеко от этих тогда будут вот отличия от обычных уравнений проявляться будут нарушаться вот эти предельные теоремы теории вероятности но для этого скорость вот частицы вот др1 она вот должна быть сравнимой ну с энергией вот всего мира ну вернее как в корень из н раз меньше это вот просто закономерность теории вероятности при взаимодействии двух частиц например с такими большими скоростями уже будет не сохраняться кинетическая энергия ну а некоторые там дополнительные члены надо вводить вот есть один такой парадокс на который практически никогда не обращают внимания а именно то что при стремлении скорости частиц к скорости света ну энергия стремится к бесконечности ну говорят что обычно это и недостижимо но любая бесконечность означает некоторый по сути дела предел существующей теории здесь оказывается что мы ну не можем приблизиться мы можем приблизиться на величину вот отличающуюся на 10 минус 40 ну что как я говорю чрезвычайно конечно большая величина энергия вот по оценкам тогда оказывается будет ограниченной вот и здесь вот дается эта оценка mc квадрат но умножен вот на корень четвертой степени вот из m ну и вот последнее что я хотел сказать это такое гипотетическая возможность это отличает эту модель от других представлений о том что можно пытаться строить фундаментальные приборы на основе новых математических соотношений то есть так как у нас фигурируют вот некоторые суммы некоторые осреднения можно вводить ну некоторые суммы с какими-то весами например зависит от расстояния вот вот та сумма которая связывала приращение расстояния приращение времени то есть здесь есть ряд возможностей которые ну опять же это некоторый гипотетический такой взгляд но тем не менее мы можем формулировать какие-то новые вот соответствия новых времен допустим и новых вот сумм связи ну допустим с расстояниями если мы сможем каким-то образом измерять вот эти новые времена ну то есть мы же можем вот то сумма которую я показывал мерить именно набирая вот эти множественность вот этих приращений ну и затем действительно суммируя там они будут с какими-то весами другими и будут получаться другие суммы и тем самым будут получаться допустим какие-то другие времена но тем самым мы более подробно будем описывать какие-то будем описывать движения на основании уже других уравнений то здесь будет предъявляться какая-то набор вот новых уравнений ну для пространства и времени то есть по-новому ставится проблема более полного описания реальности то есть в этом смысле здесь это поиск можно сказать открытых параметров новых временных и пространственных характеристик движения ну могут быть вот написаны другие уравнения то есть помимо обычных уравнений движения будет описываться дополнительно описание будет подробно более точно хотя соотношение неопределенности ну немножко будет так сказать как-то скорректировано но не будет полностью элиминировано ну заключительное замечание я могу сказать что вот это представлены некоторые ну такие основы теоретического подхода связанного со статистической системой реляции ну реляционное пространство и время как вот традиционно противовоставляется собстанциальному вот в этом смысле на таком пути удается построить некоторую пространство временную схему в которой ну традиционно независимые перемены пространства и времени оказывается зависимы временная переменная выражается на языке пространство пространственное через конфигурацию масс удается ввести понятие момента времени конструктивно ну и тут вот вводится некоторое понятие одновременности новой которые ну соотносятся с обычным это сумма носит глобальный характер так что здесь ну некоторые намечаются реализуют связь макро микро космоса ну и говорится о новых эффектах ну здесь о некоторых публикациях ну вот ну на этом я закончил спасибо большое за внимание спасибо большое Владимир такой очень насыщенный доклад там очень много идей мне кажется и много наверное вопросов вот у меня по крайней мере какие-то вопросы есть я надеюсь что слушающих тоже есть какие-то вопросы связанные и может быть с пониманием каких-то отдельных шагов а может быть какие-то и более принципиальные вот кто-то может начать у меня уточняющий вопрос просто у меня много вопросов действительно ты прав спасибо за доклад значит это прежде всего высылались там на Смолин который цитирует переписку Карнапа Эйнштейна да вот у меня настольная книга как раз Лисмолин вот видите возвращение временем я к чему говорю то же самую цитату приводит кстати Пригожин в своей книжке Время Хаос Квант и так далее так вот там может быть я значит я прочитывал этот что значит Эйнштейна очень беспокоило вот это что физики не понятие теперь наук оно как бы так сказать не не ухватывается а значит и будет ускользать от объективного описания Карнап как раз наоборот наставил вы мне показалось наоборот перечитали а Карнап как раз да Карнап как раз говорил что все в порядке можно оставить как есть да не ну Карнап говорил что можно объектив вот понятие нау нау можно значит его объективировать Эйнштейн как раз сходило с того что это значит вот будет ускользать но это в сторону просто для уточнения вы не коснулись такой характеристики да меня очень заинтересовала действительно идея новых приборов для так сказать измерения времени темпорограф как вы говорите значит я тоже носился с идеей наблюдателя времени как ввести наблюдание как наблюдать время но опять-таки это просто в сторону вы не упомянули о такой характеристике времени как стрела времени почему вот это собственно вопрос конкретный да ну конечно стрела времени с вопросом о необратимости времени она ну прямо соотносится и ну есть несколько стрел времени но об этом собственно много писали но из физика вот Хокинг этому посвящал ну есть стрела времени там космологическая вот связана с расширением вселенной и связана с энтропией допустим тоже вот и ну он вот говорит о том как они вот соотносятся я это не упомянул в силу ну краткости того что я говорил потому что необратимость ну это просто тема одного из докладов у меня несколько работ есть и там я говорю вот о в частности о термодинамике времени вот возникающей там все эти вопросы в какой-то степени затрагиваются я говорю это из-за недостатка ну просто вот самого физического времени доклада конечно это важный вопрос и он каким образом здесь можно воспроизводить вот эти вот стрелу времени например вот в тех представлениях которые я говорил но если мы говорим о глобальных фотографиях то вот это расширение вселенной но стрела времени связанная с расширением вселенной она здесь просто воспроизводится ну если мы вот делаем одну фотографию и ну у нас на одном расстоянии ну так сказать совсем примитивно говоря находятся там отдаленные галактики и следующие фотографии они на другом расстоянии то естественно все время у нас будет вот это представление о том что это меняется именно меняется в связи с расширяющейся вселенной то есть это представление о стреле времени вот именно связанная космологическая она здесь воспроизводится если мы говорим об энтропии ну здесь уже несколько сложнее здесь мы можем говорить об энтропии системы о вселенной здесь нужно быть все-таки несколько осторожней это отдельный вопрос Если мы можем говорить об энтропии какой-то системы, ограниченной, допустим, тоже достаточно большой, я не знаю, кубический сантиметр воздуха содержит 10-19 его частиц, мы можем вот это смотреть, как там происходит, допустим, релаксация. И мы можем тоже для нее свое время внутреннее посмотреть. И если происходит переход от неравновесного состояния к равновесному, то, конечно, это тоже мы можем, если мы сможем воспроизводить идеализированной фотографией, то, конечно, это тоже соотносится и с этой стрелой, маленькой стрелой этого времени для этой системы. То есть, я говорю, что я это не сказал, потому что только проскользил по этому вопросу. Ну, вот такой ответ. Еще, если позвольте, я вздогонку просто. Как вы соотноситесь с какие-то сходные идеи, ну, не сходные, вернее, помимо Смолина, Равелли, в свое время развивал Эдзекер. Вот это понятие нау, он свою темпоральную логику там придумывал и так далее. И на него, кстати, еще знакомы ли вы с работами Тимашева такого, из института физхимии? Вы знаете, фамилия знакомая, я не помню, может быть, я и видел когда-то, но вот так подробно нет. Честно, да, спасибо, это я посмотрю. Смотрите, время в физических науках у нее есть в интернете. Да, мне кажется, я когда-то даже что-то видел, но это давно было, поэтому я посмотрю. Коллеги, есть вопросы еще? Тогда, если можно, я задам вопрос, который вот меня все время, когда как бы излагается в том или ином виде революционная концепция, вот все время у меня возникает этот вопрос. Вот, допустим, когда рисуются вот эти вот вектора, да, относительно, я так понимаю, некой точки, вот R1, R2, R3, маленькие вектора, по которым мы фиксируем как бы первоначальное положение вот этих тел на фотографии, да? Ну, это радиусы вектора, они проводятся из начала координат. Где начало координат? Ну, мы берем систему отсчета, там какую-то задаем систему координат. То есть мы изначально задаем некоторую систему отчета. Там даже вот говорилось, как Декартова система координат. Ну, для простоты, да, допустим. Но не вносим ли мы туда уже, ну, как бы, вот это представление, которое мы как раз и пытаемся преодолеть, революционное? Мы вносим некоторую систему координат, сразу возникает вопрос, инерциальна она или нет? Имеет это значение для нашего описания или нет? Как быть с этим? Ну, это вопросы вот разбираются, Андрей, подробно. У меня вот там статьи еще достаточно давние, подробные вот это разбирательство, рассмотрение этих вопросов вот именно о том, как задается вообще эта вот система отсчета. Она тоже, ну, базируется на каком-то наборе элементов на самом деле. И как там различается вот эта, ну, и инерциальность или неинерциальность системы отсчета. Это, по сути дела, ну, обсуждаются. То есть в этом смысле вопрос правильный, но я говорю, он, в общем-то, разбирается. Понятно. Просто я как бы, ну, тоже знаком вот с такого рода системами. Ну, я имею в виду Барбара, Жулиана Барбара, который здесь упоминался, да. Он же, допустим, тоже делает вот представление о такой мгновенной фотографии, но начинает с нерелативистских случаев, да, он как бы какую-то идеальную систему. Мы делаем фотографии, у нас как бы снимаются все вопросы, связанные вот с различным расположением наблюдателей, да. И при этом не выстраивает вот эти характерные вектора из какой-то точки, да, а берет только относительные вектора относительно, ну, одного, одной точки и другой, да. То есть ему не важно совершенно, какая система, вращается ли она или вообще такого понятия у нее нет о вращении системы, да. Она вот как есть, так и есть. Чисто реляционное описание. Поэтому вот у меня возникает вопрос, что не попадаем ли мы вот в ту структуру, которая уже есть. И кроме того, вот еще один такой момент, когда говорится, допустим, о возможности описания пространства через распределение масс, да. Но ведь тогда вот возникает тот старый вопрос Маха к Ньютону, а что, как массу-то определить? Есть же огромное исследование Джеммера, по поводу массы. Там, по-моему, у него только один пример, который более-менее не противоречив, и как раз он был предложен Махом, но масса определяется через ускорение, опять, у Маха, да, через там взаимодействие Челла и изменение ускорения. Когда я здесь говорил о массах, здесь, ну, надо это понимать, здесь имеется в виду единицы измерения массы, а так вообще это мыслится как конфигурация элементов некоторых, некоторых элементов, а само понятие массы здесь вот такое действительно махианское, по сути дела, оно вот оказывается связано в результате вот действительно через ускорение. И масса как таковая, вот, ну, изначально вот там, она выступает как некоторый множитель, вот, когда мы связываем именно вот кинематическим образом время и пространство, да. А когда мы говорим о пространстве, здесь, ну, масса имеется в виду вот набор элементов. И измерять мы можем уже вот расстояние в единицах массах, вот в этом, вот это важно. А само понятие массы, да, здесь именно как махианское, по сути дела, выходит, да. А то, что касается вот как раз системы координат, тоже, по сути дела, здесь вот такая маховская, маховский подход. Мы вот по этому движению определяем инерционную систему или нет, там, ну, вот эти условия, там, которые получаются, вот эти уравнения, мы можем вот судить о том, как, но важно, что здесь глобальная получается такая вот эти суммы, которые соотносят, ну, движение в какой-то системе, и там появляется член, который вот, ну, весь остальной, вот, мир фигурирует в этой сумме. На самом деле, маховик записывал некоторые суммы, вот на каком-то, когда вот он рассуждал об инерции, да, и гравитации, они вот, удивительно, что вот эти вот такие наброски вот этих вот сумм, которые фигурируют вот в его механике, они не получили никакого, не то что развития, они вообще обычно игнорируются. Меня вот это выражает, что он буквально предложил некоторые, ну, такие совсем наброски, тем не менее, некоторые математические соотношения именно вот принципа Маха, потому что там фигурируют вот, ну, это суммы вот далеких звезд, да, вот на самом деле. То есть это его, он не был математиком, а тем не менее, здесь это вот какое-то предложение, никто, ни Эйнштейн, ни другие вот, ни новейшие вот обычно на это не реагируют, а на самом деле это вот, ну, соотносится вот с такой вот суммами, которые вот появляются вот в этой модели, на самом деле. То есть это такая Маховская, в общем-то, некоторая модель в определенный смысл. Ну, есть еще вопросы, у меня просто есть еще одно суждение, если я могу подождать. Ну, тогда, если можно... Андрей, я в чате вопрос задал. Да, да, Дим. В чате вопрос задал. А, в чате вопрос? Сейчас я тогда посмотрю. У меня что-то в чате нет, ничего. Тим, проверь, пожалуйста. Ага, вот, нет. Мне тут приходится удалиться. А, ну, Владимир, спасибо огромное. Ну, жаль. Ну, хорошо. Время. Да, хорошо. Тима, я не нашел твой вопрос. А сейчас я его прочту. Да, прочти, пожалуйста. Сейчас у меня звук включится. А у тебя включен звук. А, нет, не включен. Сейчас, подожди. Мы же тебя слышим, а у тебя звук не включен. Да? Нет, не включается у тебя звук. Тогда... Ну, Дмитрий. Ну, тогда я пока продолжу. Вот у меня, как бы, такое немножко, как бы, к истории вопроса, даже не революционный, а вот, как вот ты называл, субстанциальное представление о пространстве и времени. Ну, я даже не там к Ньютону, а до Ньютона о Декарте. Вот вопрос о Декарте, и в связи с этим вопрос о вот этом времени, сейчас, об этом нау. Вот, ну, у Декарта мир, как бы он творится каждое мгновение Богом, да, и сохраняется Богом каждое мгновение тем же самым действием, как он был сотворен. При этом, как бы, каким-то образом мир меняется, да, вот Бог сохранил его в какое-то мгновение, а в следующее он его сохраняет в том состоянии, в котором его находят. Мерой этого мгновения, в котором происходит это изменение, как бы, у Декарта, понятно, нигде не прописано. Но Декарт вводит представление о первом законе, ну, то, что потом станет первым законом Ньютона, да, или там, законом инерции, который он формулирует несколько отличным от того, как мы знаем вслед за Эллером, как формулируется этот закон. Как бы тело, вот, на которое ничего не действует, оно должно сохранять движение прямолинейное и равномерное, но Декарт замечает, насколько это возможно. То есть, речь не идет о том, что тело постоянно, вот, если ничего не действует, оно двигается в прямолинейное и равномерное. Оно действует только в этой точке, да, то есть, он фактически вводит, как бы, представление пространства, точку, вот, или, точнее, время, да, которое, как бы, протягивается в пространстве. Вот это движение вводит в точке представления движения, которое всегда только по прямой. Да, и это задает вот такой фундамент для, как бы, нововременной науки. Такое представление времени, которое связано непосредственно с пространственностью, как некой возможностью. Вот, как бы, мне кажется, что здесь, вот, какая-то идея, которая, ну, должна как-то быть созвучна. Да, ну, вот, когда я там упоминал, вот, стойка высказывания, время, расстояние движения, может быть, это тоже в каком-то смысле, вот, как-то пересекается с этим, но на таком уровне каких-то еще не совсем оформленных представлений, но, да, в каком-то смысле это можно тут увидеть. Там ведь вот этот закон инерции, он, в принципе, Мах, тот же Мах говорил, что он, в общем-то, не нужен, да, поскольку он просто, ну, есть уравнение движением и ускорение приравниваем к нулю, вот и закон инерции. Но почему-то он формировался именно как, это предельный случай, как первый закон, да, то есть, как некоторые, как бы, условия, возможности, да, дальнейших, дальнейших каких-то законообразных суждений. Ну, обычно говорят, что первый закон, он, ну, как бы, постулирует существование инерциальных систем. Ну, это очень позднее слово, это инерциальная система, настолько позднее, после уж Ньютона и Декарта, но и тот, и другой говорили о инерции, как здесь и сейчас, вот в этот момент, в мгновение, а не как непрерывное некое состояние. Ньютон воспроизводит форму, формулировку Декарта. Да, это вот для умозрения, такой умозрительно очень важный какой-то образ, да. Вот, и вот от Дмитрия Тытика вопрос, я тогда зачитаю его. Правильно ли я понял, пишет Дмитрий, что модель релятивизма в вашей трактовке исключает из рассмотрения физические поля, а ваш выбор частиц, мгновенные снимки разных конфигураций – это своеобразная пробная система для зондирования Вселенной. Ну да, это не полевой подход, это вот как бы попытка, то есть реляционный подход, он во многом, но это вот и с Владимиром тоже чем перекликается, это попытка, ну, не рассматривая поля. Да, то есть здесь есть вот элементы какие-то, мы строим пространство и время, а поле, ну, и вот связанные с ним и близкодействие, оно, в общем-то, исключается. Да, то есть это вот такой, ну, можно сказать, некоторая определенная уже традиция, есть вот такого взгляда на вещи и попытка, да. Но, естественно, по принципу соответствия, мы должны все время, конечно, помнить о том, что мы должны, ну, получать и соотношения известные вот из этих представлений. Да. Еще вопросы? Есть? Есть? Микрофон. У меня что-то очень плохо с контактом, с этим, с... Меня слышно сейчас? Да, тебя слышно, да. Андрюш? Слышно, слышно. Потому что я... Минут 10 совсем что-то неустойчивое соединение было, и я, увы... Понятно. Нет, я могу сказать, что крайне интересный доклад, тем более, что проблема реализационности сейчас входит, как бы, для меня, но немножко в другой, в другом контексте, конечно, нежели чем рассматривалось докладчикам, но, по крайней мере, как-то очень близко. Спасибо за доклад, это безусловно. Потому что сейчас, вот, допустим, с подачи некоторых новомодных французов речь идет о построении некой вообще реализационной концепции онтологического характера, где утверждается, что отношение, оно первичнее по отношению к соотносимым вещам. И насколько вот такие завиральные идеи могут укладываться в то, о чем я сегодня услышал. И тогда реализационность оказывается тем фундаментом, который задает и необратительность, и направление, и, скажем так, здесь и сейчас совмещает в себе и длительность, и... Ну, это, я говорю, это, скажем так, то, что, грубо говоря, навеяло, а не как конструктивное обсуждение того, что я услышал. Да, спасибо за замечание. Ну, да, реализационность, она вот... Там есть и какие-то об искусстве некоторые суждения реализационные. Но это отдельная тема, в общем. Так что здесь это определенное пересечение есть. Но, да, вот здесь и вот... Но здесь оказывается ситуация, что и отношение важно. Ну, в этом варианте. И сами элементы, они тоже как бы важны. То есть вот здесь такая вот реляция, которая, ну, как бы, не исключается самого вот каждого элемента. Валой, а как же тогда определяется элемент? Элемент – это что-то изначальное. Или как бы мы... Да, оно же где? В пространстве, во времени, в границах. Ну, то, что вот мы, ну, если вот говорить операционально, то, что вот мы фиксируем, допустим, вот на нашей фотографии, вот это есть некий... Значит, мы ввели некий прибор, макроскопический, всем привычный, ну, как в квантовой механике. Ну, да, да, конечно. Но здесь ведь... Почему это с квантовой механикой, собственно, и может вызывать? Как известно, квантовая механика, она же... Ну, с этого начинает, собственно, вот Ландау лившиться. Лившиться в том, что она вот в отличие, допустим, от теории относительности, она в некотором смысле непоследовательна. Потому что она нуждается в классическом вот образе. То есть вот образ прибора, вот это макроскопический, он классический. Вот. И поэтому вот здесь такая есть некоторая двойственность. И здесь действительно мы вводим вот этот макроскопический прибор. И, ну, когда оказывается, что вот эти элементы мы... То, что мы, ну, в результате вот осреднения такого, ну, грубо говоря, замазывания мы на макроскопических масштабах у нас осредняется, то когда вот элемент с элементом каким-то образом соотносится, вот здесь проявляется вот это как раз вот индотерминизм. Но здесь оказывается, ну, некоторая множественность. Мы не можем точно вот принципиально нашим макроскопическим приборам дать единственное показание определенное. Ну, то есть каждый раз мы даем какой-то, но на самом деле это некоторый вот набор вот этих представлений. Но при этом мы предполагаем существование вот этого вот элемента. Ну, я не знаю, задается ли там его размер. Ну, вот это представление, да. Хотя я говорю, что, конечно, это реляционность здесь, это основной. И в то же время вот сказать, что здесь вот здесь и то, и другое вот важно. И отношение этих элементов, и вот, ну, сам, как бы вот эта вот пара элементов, которые задает это отношение, может быть, она является вот чем-то таким. Но это надо еще, может быть, уточнить. Но я говорю, что, несомненно, это реляционная, конечно, схема. Ну, можно ли говорить об этой схеме как, ну, каком-то типе скрытых параметров? Пусть реляционных, пусть стахастических. Но в то же время, как бы, скрытые параметры в том смысле, что мы вводим вот представление о некоторых частицах, расстояниях, которые они находятся там, где я не могу, как бы, их увидеть, а вижу только какие-то макропроявления. Но мы видим их, вот эти образы на фотографии, все-таки это мы видим, ну, будем считать, что каждый элемент. Здесь ведь вот там цитата была из Ли Смоли, но он говорит о скрытых параметрах Вселенной, потому что вот, ну, как бы вся Вселенная предъявлена, и в этом смысле он говорит вот скрытые параметры. Да, вот в этом смысле можно говорить. Но все-таки, и можно тоже сказать, я это упоминал, что мы, ну, отнюдь не каждый, может быть, элемент там можем зафиксировать это, так сказать, одному богу известно, но я говорю, что в статистической физике мы тоже работаем, на самом деле, вот с этими суммами, где, в принципе, мы можем каждый элемент проследить, но реальности не можем, но это нам не мешает, тем не менее, с этим вот как-то работать. То есть здесь есть вот ряд таких вопросов, конечно. Я понимаю, да, то, о чем-то спрашиваю. Здесь это, может быть, надо уточнять. Вот еще вопрос от Дмитрия Тытика. Я уж не знаю, как, серьезный вопрос такой. Что для вас категория пропенсивности Карла Поппера? Ну, честно говоря, Поппера я когда-то читал, но сейчас я не берусь отвечать на этот уже конкретный вопрос. Ну, что еще? Есть еще какие-то? Дмитрий, может быть, ты уточнишь просто, что ты имел в виду, как ты раскроешь этот термин, как ты понимаешь? Нет, Дмитрий. Дмитрий. Нет. Ну что, коллеги, какие-то еще высказывания? А, это пространство возможностей, правильно я понимаю? Пространство возможностей. Да, правильно. Да, то есть понимание… То есть мир всегда ограничен. То есть когда вы говорите о статистических представлениях, на самом деле есть такой фундаментальный результат, что все статистические законы, известные физикам, там распределение нормальное, Гаусса, Вейбла и прочее, они являются следствием закона дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом, то есть с релаксацией. Вот. А если вы принципиально вводите только мгновенная и длительность, то вы как бы в рамках задачи каши находитесь. У вас нет памяти системы, то есть релаксации. Вот в свое время на физфаке работал такой Анатолий Александрович Власов. У него была концепция так называемых опорных элементов. Когда он расширял вот это представление координатно-координаты импульсов, он брал просто ну как бы первую, вторую, третью производную, то есть скорость, ускорение и так далее. Как вы сами понимаете, это как раз введение истории вашей системы. А так вы просто, получается, бросаете в мир точки и мгновенными снимками смотрите соседние положения, ну, называя это временем. И у вас как бы мир в этом смысле действительно состоит из отношений. И вы как бы в нем не можете укорениться, потому что вы не знаете, где это все происходит. Вы как бы задаете все время матрицу розыгрыша, что ли, разыгрываете все время мир, ну и определяете его статистические законы. Но я вам говорю, что основной фундаментальный результат, что все статзаконы, они являются следствием в уравнении с запаздывающим аргументом. То есть релаксация системы. А вы это не учитываете как бы никоим образом. Вот такой мой вопрос или комментарий, как тут сказать. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо за вопрос или комментарий. Но я должен сказать, что здесь нет пока никаких, в общем-то, законов. Мы получаем какие-то вот фотографии. Ну, может быть, можно в ваших терминах, если сказать, разыгрываем как-то. Но мы на основе вот этих полученных фотографий уже строим некий дальнейший путь. Мы строим какие-то уравнения. Ну, в частности, то, что я показал вот это время. Исходя вот из представления о, ну, о среднении, связанной с равномерностью вот течения времени. Мы строим с самого начала вот это. Здесь нет пока представления ни о каких-то вот вероятностных законах. Нет и представления о релаксации пока. Не, но в любом случае, если вы осреднение получаете, то вы выходите на первое среднее, ну, как бы начинаете в статистическом направлении двигаться. У вас есть серия мгновенных снимков. Вы получаете осреднение и некую картинку, скажем, за длительность, которую вы определите. Ну, пускай там секунда, 20 секунд. И это есть отпечаток эволюции системы. Но в этом смысле как бы отпечаток вашего розыгрыша. Кто бросает частицы? Но у нас нет представления о секунде и так далее. Вы мне условно говорили, чтобы как-то соотнестись. Нет, это я понимаю. Но мы вначале строим это время, а потом уже можем соотносить. Нет, но вы его строите как набор конфигураций. То есть в любом случае вы его неявно задаете время. Вот вы выпустили одну важную категорию, потому что есть время как мгновение, время как длительность и время как порядок следования. Вот у вас порядок следования – это фактически розыгрыш ваших конфигураций. – Да, но я упоминал о порядке. – Нет, я понял, что вы порядок, да. – Мы его моделируем, да. То есть это, ну вот мы таким образом, как бы операционально мы его получаем. Да, вот мы такой вот набор, да, получаем картинок. И затем мы можем говорить о… Ну, считаем, что вот порядок у нас уже есть, каким-то образом он предъявлен. И мы имеем вот картинку мгновения, и по паре вот этих близких картинок получаем, ну вот это вот, ну метрическое соотношение между этими двумя положениями. Ну, там на самом деле это не норма, даже это полунорма, вот то, что среднеквадратичное. И вот мы вводим вот это вот, ну вот, приращение, которое мы и соотносим со временем. – Ну, то есть категории как бы волнового уравнения, синхронизации процессов, они вне этой системы картинок. – Ну, понимаете, вот когда мы говорим о вот волновом уравнении, ну я подчеркиваю… – О представлении, волновом представлении. – Да, мы это можем сделать, но это как бы следствие вот этого здесь, потому что вот то, как водится одновременность здесь и вот одновременность в этой системе, а потом одновременность тоже соответствует специальной теории относительности, где именно вот представление о волновом. Это как бы уже, ну вот отсюда, может быть, построено. То есть я говорю, это попытка строить, ну вот от начала. От начала, поэтому если мы, ну вот то, что вы имеете в виду под релаксацией, это надо уточнять, но это уже какие-то следующие шаги, понимаете, и математические вот следующие там вот представления, это можно, ну, просто подробнее посмотреть, но я хочу сказать, что все-таки здесь это… Вначале у нас вот есть некоторые такие вот простейшие вещи, ну, действительно, можно сказать, вот мгновения, пара вот мгновений, ну, порядок, если хотите, их… Вот, и дальше мы уже отсюда исходим в следующих построениях. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Ну, что? Я думаю, что уже как бы вопрос, наверное… Ну, вопрос остается, но это, наверное, на какое-то нужно еще как-то лучше осознать то, что мы услышали, и, может быть, вернуться и посмотреть более внимательно к текстам. По крайней мере, у меня такое желание усилилось после сегодняшней беседы. Я, по крайней мере, понял, что такое релятивизм. Это, наверное, релятивизм, это, наверное, религиционизм. Да, это разно все-таки. Я вам вот в этом смысле рекомендую посмотреть вот эту книжку Владимирского, называется «Космическая погода и биосфера». Вот здесь как раз масса примеров синхронизма реального, как в природе между собой все взаимосвязано. Вот я, как бы, пафос моих вопросов был с этим связан. Есть реальный неразыгрываемый ход природы. Понимаете? А как бы к чему мы приближаемся, если, ну, может, скажем, так сказать, какой-то социальной реальности, когда вот этот тип мироустройства, он становится приемлемым для той социальной организации, которая сейчас вот намечается у человечества. Ну, условно говоря, как бы поджатие свободы воли. Поэтому что... Ну, вы понимаете, когда вы начинаете разыгрывать, вот, а где свобода воли-то? Ну, я должен заметить, что это разыгрывание, это вот, ну, когда мы говорим о моделировании здесь, но, в принципе, это можно и обычные фотографии. Мы можем фотографировать, собственно, объекты, получать вот эти вот фотографии. Суммы по ним – это обращение к реальному миру. Здесь это не отрицается. Наоборот, мы можем, пожалуйста, получать фотографии. И даже шла речь о том, что вот набирать какие-то данные и так далее о движении объектов. Это можно... Это отнюдь не противоречит. Это не только вот такая модель, как бы вот игрушечная. В принципе, это может быть соотнесено и вот с реальными какими-то наблюдениями. Ну, а релаксация – это простая вещь. Вы берете черный ящик, у вас есть сигнал, он гуляет по черному ящику, и вы смотрите отклик. Вот это ТАУ – это и есть релаксация вашего сигнала в системе. Ну, это техническим языком говорят. У вас всегда есть немгновенный отклик. Понимаете, система должна отреагировать. Ну, это уже как бы следующий шаг. Это уже некоторое усложнение этой системы, я думаю. Но это можно отдельно поговорить. Спасибо. Просто вы задали, что такое релаксация. Я вам говорю, в каком смысле я ее понимаю. Ну, я понимаю, да. Но я-то вообще, говоря, занимаюсь кинетической теорией, например. И там релаксация – это вот понимается, но переход от вот какого-то неравновесного... Ну, я упоминал неравновесного состояния к равновесному. Вот там и появляется масштаб времени релаксации, например. Вот это вот. То есть, здесь может быть термологическое все-таки какое-то расхождение. Ну, может быть, да. Да, здесь как бы нужно уточнить. По поводу свободы воли и случайности. Мне кажется, как бы теорема Белла, она одновременно, как бы, постулирует абсолютную случайность и одновременно абсолютную свободу. По крайней мере, если это разыгрывать в каких-то таких... с Алисой и Бобом. Ну, как бы, да. Алиса и Боб должны как бы действовать абсолютно свободно, не связаны друг с другом, иначе не получится ничего. Так же, как и мир должен действовать абсолютно случайно. Может быть, да. Да. Так что тут возможный вариант. Хорошо. Ну, я думаю, что на этой оптимистической ноте и серьезном обсуждении мы можем как бы закончить семинар и поблагодарить Владимира за крайне интересный и продуктивный доклад, который заставляет нас подумать, что же такое время сейчас. Спасибо. Спасибо, Валерий. Ладно, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Счастливо, Андрей. Счастливо. Вот я еще тогда одну тебе книжку покажу. Получишь удовольствие. Сейчас я включу. Это одна из последних виногродского книжка. Появится «Джуанзе». Вот возьми, она сейчас продается. Хорошо, я буду иметь в виду. А тут о времени, так сказать, совершенно фантастические наблюдения, которые, может быть, нас выведут из этой бинарной системы и переведут в троичность. Вот Владимиров уже с троичностью работает. Правильно, но у нас уже, помнишь, система сетов, она же на троичности была реализована. Просто тогда элементы были недоступны. Так что да. Ну, хорошо. Спасибо. Тогда, да, пообщаемся. Счастливо. 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 Счастливо.